Детский сад Здание 1986 года рождения, как говорят строители, постройка уставшая, но пригодная к эксплуатации. По предварительной оценке трещины могли появиться из-за воды. Именно талая вода, в которой в почве под фундаментом содержится в избытке, и стала причиной колебаний грунта. На данный момент это заключение предварительно, но заключение говорит о том, что причиной возникших дефектов являются колебания грунта, вызванные наиболее вероятной причиной водонасыщением грунта и его замораживанием. То есть из трех факторов, которые чаще всего разрушают здание, это грунт, вода и человек, наиболее активно здесь поработала безусловно вода. В минувшую пятницу педагоги заметили паутины трещин, и уже в выходные руководством было решено остановить рабочий процесс из-за угрозы дальнейших разрушений. Дети были распределены по трём садам нового города. Вопрос с трудоустройством воспитателей начали решать сегодня. Договаривались с родителями, чтобы это было максимально удобно каждому родителю, потому что мы понимаем, что это было неожиданное решение и для нас, и для родителей, и для педагогического коллектива. Педагогический коллектив обеспечен работой. Сегодня представители Министерства образования и администрации провели осмотр здания. Как оказалось, проблема заключается не только в опасных трещинах. Главное – обеспечить комфорт малышам. Если у кого-то будут нарекания, либо жалобы на том, что им некомфортно находиться в каком-то другом детском садике, то мы родителям будем предлагать возможность переходить в тот садик, где им более удобно. Ситуация находится под личным контролем председателя правительства Александра Смекалина. Уже в ближайшее время пройдет комиссия про чрезвычайную ситуацию. На ней будут определены сроки по капитальному ремонту здания. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новость Ульяновской правды.